Здравствуйте, с вами Судлайф. Сегодня на базе Белгородского государственного университета стартует седьмая международная модель ООН. Впервые такая модель появилась в Нидерландах в 1968 году и до сих пор в ней принимают участие тысячи студентов российских и зарубежных вузов. В течение трех дней студенты могут почувствовать себя в роли дипломатов. Это уже седьмая Белгородская международная модель ООН. На год она прервала свою работу и, как и по традиции, все модели ООН проводятся по тем же правилам, что и заседание настоящей ООН. Седьмая Белгородская международная модель ООН проводится для всех желающих студентов, также аспиранты. У нас принимают участие школьники, не только студенты Болгу, не только студенты любых учебных заведений города Белгорода, но и к нам приехали гости из Волгограда, из Воронежа. Это ролевая игра, которая имитирует работу Организации объединенных наций. Все обсуждаемые проблемы максимально реально приближены к тем, которые стоят на повестке дня заседаний ООН. От участников требуется умение ориентироваться в вопросах политики и экономики, знать и соблюдать правила парламентской процедуры, владеть официальными языками, русским и английским. У нас был небольшой перерыв в деятельности международной организации модели Белгородской международной ООН. И за этот год, когда у нас был перерыв, мы взяли опыт из других городов, в частности из Ярославля, и поэтому эта модель, она вообще принципиально новая. Во-первых, мы сконцентрировали деятельность на трех органах, как у нас было. У нас идет новая организация, новые правила процедуры. Это более качественно. Что касается участников, участники представлены у нас со всей территории Российской Федерации. Это, прежде всего, можно отметить участники из Волгограда, с Ростова, ну и, конечно, участники с территории Украины, которые также присутствуют на нашей модели. Сначала участников знакомят с основами работы модели, далее игра проводится по ключевым направлениям работы трех органов. Самый масштабный орган – Генеральная Ассамблея. Здесь будет обсуждаться вопрос о единстве в борьбе с радикальным условом – стратегия борьбы с ИГИЛ. Самые жаркие дебаты всегда происходят в Совете Безопасности. Здесь проблема беженцев и вынужденных преселенцев в современном мире. Англоговорящий орган – The Human Rights Council, в котором можно обсудить проблемы с носителями языка и погрузиться в атмосферу международного единения. Рассмотрится вопрос о роли технологии в области защиты прав человека. Студенты представляют различные страны, участвуют в обсуждениях, предлагают пути решения по повестке дня и принимают резолюцию. Я был приятно удивлен, насколько живой интерес у ребят был данным мероприятием. И символизм, который сегодня был – 70 лет победы, 70 лет ООН и седьмая форма проведения в Белгороде у нас. Это замечательно, классно. Надеюсь, ребята удачно, плотворно сегодня поработают. Уже в эту пятницу состоится подведение итогов, где все участники получат сертификаты, а также уникальные знания и практические навыки, новые эмоции и полезный опыт, а также обретут новых друзей. Карина Кушнарева и Юрий Тычинец специально для StudLife.